МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телеканала Оркен Медиа. В студии Акмарал Куатбекова смотрите через минуту в выпуске. Образовательный апгрейд. В Балхаше отремонтируют 12 школ и один детский сад. Замена окон. Это 7 школ у нас идет. На благо бизнеса четверо балхашцев выиграли грант Акима. На покупку визуальных машин, на развитие бизнеса по выращиванию грибов. Подсчитали, во сколько обойдется наряд и праздничный вечер на выпускной. В этом году выпускницам больше нравятся, допустим, легкие локоны. В этом году в Балхаше отремонтируют 12 школ и один детский сад. Работы начнут 1 июня. На них выделили больше 270 миллионов тенге. 101 миллион тенге поступил из областного бюджета. Около 170 миллионов из казны города. На эти деньги в 12 учебных заведениях и детском саду Айгулек проведут ремонт. В 7 гимназии и школах номер 8, 9, 10, 16 и 6 в Саике, а также во втором интернате заменят окна. Систему отопления обновят в третьем интернате, детском саду Айгулек в 9 и 16 школах. В некоторых учебных заведениях проведут ремонт, заменят полы в спортивных залах и восстановят полив. А в 17 лицее благоустроят двор. Будут проведены такие работы, как замена окон. Это 7 школ у нас идет. Будет отремонтирована отопительная система в трех школах. Ремонт кровли будет проведен в двух школах. Все ремонтные работы у нас начнутся, согласно графику, с 1 июня и должны закончиться не позднее 15 августа. Четверо балхажцев выиграли гранд Акима. В молодежном ресурсном центре предприниматели защищали свои идеи перед комиссией. Кому врачили безвозмездные деньги и на какие бизнес-проекты узнавали наши корреспонденты. Этот свитер инвалид первой группы Ярки Булан Умикешев связал за месяц. Заниматься рукоделием молодой человек начал для тренировки мышц рук. После операции на голову у него не функционировала левая сторона тела. Вязание частично вернуло подвижность кисти. Своё хобби молодой человек решил превратить в бизнес. И попросил грант на покупку трех вязальных машин и открытие цеха. Мы хотим развивать этот бизнес на большом, обширном цеху и обеспечить рабочие силы еще. У нас в день 2-3 часа уходит на вязание, поэтому мы долго вяжем. А если мы будем машинкой вязать, значит мы ускорим этот процесс. В этом году на грант Акима города выделили 7 миллионов тенге. Перед комиссией претенденты на выплаты представили 9 проектов. Среди них по косметологии, медицине, туризму, сельскому хозяйству и образованию. В итоге одобрили 4 бизнес-идеи на общую сумму в 3,5 миллиона тенге. Комиссия выделила около 700 тысяч на покупку вязальных машин. На развитие бизнеса по выращиванию грибов чуть больше 600 тысяч. Еще 1 миллион тенге на открытие косметологического центра и на покупку сельхозтехники. На оставшиеся 3,5 миллиона тенге снова объявили конкурс. Получить грант Акима могут жители Балхаша до 29 лет, у которых есть бизнес-идеи. Желающие должны сдать документы в молодежный ресурсный центр по указанному перечню до 15 июня. В Балхаш завезли больше 15 тонн клубники, черешни и абрикосов. Фрукты и ягоды в город поступают с Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей, а также из Бишкека. Прежде чем попасть на прилавки, привоз проходит проверку на нитраты. Были ли превышения, расскажем в сюжете. Почти весь товар с прилавков продавца Дарьи Молдобаевой привозной. Клубника сорта «Виктория» приехала из Алматинской области. Ягоды поменьше из Бишкека, так же, как и абрикосы. Цена за один килограмм составляет от 800 до 1200 тенге. Персики привозные, черешня тоже привозной, виноград тоже привозной, вот эти яблоки тоже привозные. Нет еще с Балхаша, Балхаша после июля, когда поспеют уже наши, наши даже клубники спеют уже. Прежде чем попасть на прилавки, весь товар проходит проверку на нитраты. В лаборатории после визуального осмотра плоды тестируют на PH-аппарате. Результат готов через 10-15 минут. Если есть превышение, партию к продаже не допускают. По каждому наименованию своя норма. Например, для клубники содержание нитратов не должно превышать 100 миллиграммов на килограмм. Для моркови это 400 миллиграммов, для картофеля 250 миллиграммов. С середины мая в Балхаш завезли больше 15 тонн клубники, черешни и абрикосов. Превышение химикатов в партии специалисты не обнаружили. После проверки на продукцию выдали сертификаты. Виктория Буханцева, Мурат Бладбеков, Оркеннедиа. 12 июня по всей республике пройдут выпускные баллы. Родители и школьники уже готовятся к этому особенному событию. Если парням достаточно хорошего костюма, то девушки должны собрать целый образ с макияжем и прической. Во сколько обойдется вечерний наряд, услуги фотографа и праздничный фуршет, подсчитали журналисты Оркеннедиа. Клач, серьги и колье. Ученица 16-й школы Ажар-Атыгулова выбирает украшения для выпускного вечера. Аксессуар должен сочетаться с платьем и туфлями. Их выпускница купила в Алматы. В общем, за 130 тысяч тенге. У парней хлопот не меньше – подобрать наряд по фигуре и цвету. Модные бутики предлагают широкий ассортимент брючных костюмов и рубашек. Цены варьируются от 30 до 50 тысяч тенге. В этом году выпускники начали покупать наряды с мая. Спроси в основном классика. Костюмы в полоску. Также выбирают пиджаки с четырьмя пуговицами. В сезон выпускных в салонах красоты – настоящий ажиотаж. По словам мастеров, запись на вечерние прически началась еще в декабре прошлого года. В среднем услуга стоит от 3 до 5 тысяч тенге. Цена зависит от длины волос и сложности прически. В этом году выпускницам больше нравятся, допустим, легкие локоны, воздушные локоны, минимум объема. Объем не сильно любят. Дальше нравится, если собранных волос, то это низкий пучок, небрежный пучок. Особо цветочки сейчас не любят. Любят стразы, какие-то мелкие украшения, жемчуг. Очень шикарно смотрится на волосах. Завершаем образ с макияжем. Здесь выпускницы стараются выбрать самого лучшего мейкап-стилиста. К опытному мастеру Назеркеу Марбаевой на 12 июня уже нет мест. Девушка поможет преобразиться за 4 тысячи тенге и выше. Сейчас в тренде можно сказать, что нюдовый макияж вновь вернулся, как в 90-е, например. Коричневые оттенки, нюдовые оттенки, не сильно вычурные. В основном предпочитают выпускницы дневной макияж. Никто сейчас не хочет такой яркий макияж делать. Под платье выбирают девочки. Когда выпускники полностью укомплектованы, пора выбирать помещение для проведения вечера. В ресторанах города цена на одного человека составляет от 2,5 до 5 тысяч тенге. В среднем провести вечер школьнику с двумя родителями обойдется в 15 тысяч тенге. А чтобы запечатлеть мероприятие, потребуются услуги видеооператора. Для одного класса съемка вечер обойдется в 150 тысяч тенге. К этой сумме прибавляем стоимость виньетки. Это 3,5 тысяч тенге и выше. Начинаем прям с осени. С осенью работаем с ними, фотаем. И как бы с соседнего бала, новогодние, утренники ихние тоже. Вот приезжаем, фотографируем в этот момент. Вот такие у нас идут работы. Подсчитаем расходы. Девушкам выпускные сборы обойдутся в чуть больше 150 тысяч тенге. Парням дешевле в 100 тысяч тенге. 1 июня в Балхаше официально стартует купальный сезон. Сейчас температура воды в озере составляет 18 градусов, а норма для купания 20-22 градуса. Специалисты предполагают, что к началу лета вода прогреется до нужной температуры. А мы решили выяснить, когда Балхаши открывают для себя купальный сезон. Ответы горожан в рубрике «Глаз народа». Я вообще не купаюсь уже. Мы еще не купались, но будем купаться в июле. Я уже купалась в апреле. Я просто в другой стране купалась. А в Балхаше? В Балхаше еще ни разу не купалась. Можно и сегодня уже. Я думаю, числа пятых. Пятого июня. Так потеплеет сразу. Еще же рано купаться. Холодно же. Холодная вода. В июле месяце, в начале июля месяца можно купаться уже. Я вообще не купаюсь. На озеро вообще не хожу. Скорее всего, в середине июня. Где-то так, не раньше. В конце июня. Ну, так вот. Ну, потому что потеплее намного и вода теплая становится. Наверное, с июня, так как, наверное, тогда жарко, тогда будем купаться. Наверное, в июне. Ну, сейчас еще холодно же. Купался уже недели две назад. В июле уже будет погода более стабильная. И уже прогреется вода до максимальной температуры. В этом году, скорее всего, наверное, позже будет, потому что погода у нас то холодно, то жарко, когда как. Смотрите новости на Оркин Медиа ежедневно в 20.15 и в любое время на нашем официальном сайте orkinmedia.kz. Связаться с нами можно по номерам, указанным на экране или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова